О том, что очистные не работают, можно догадаться на значительном расстоянии от объекта, по запаху метана. Построенные в 57-м, они постепенно вышли из строя, и уже в 2005-м разрушенный объект был передан бывшим хозяином Волгоградским аэропортом на баланс МУП Горводоканал Волгограда. Долгое время вопрос был практически нерешаемым из-за отсутствия у города средств на ремонт. Однако ситуация изменилась, когда на объект зашел инвестор – ООО «Концессия водоснабжения». На сегодняшний день, по большому счету, эти сооружения не функционируют, соответственно, очистки сточных вод не производятся. ООО «Концессия водоснабжения» в инвестиционной программе запланировано строительство локальных очистных сооружений со всеми степенями очистки для того, чтобы довести сточные воды до норматива. Для качественной очистки сточных вод планируется построить модульные очистные сооружения трех степеней обеззараживания мощностью от полутора до двух тысяч кубических метров в сутки. Причем применяться будет не устаревший способ хлорирования воды, а обеззараживание ультрафиолетом. «Данные очистные будут отвечать всем нормативным и другим актам, всем требованиям санопитнодзора. Очистные будут модульные, то есть будет отдельно модуль механической очистки, биологической очистки и очистки обеззараживания. То есть на данных очистных не будет применяться хлорирование, будет уже обеззараживание ультрафиолетом. То есть это более современные очистные, менее безопасные». Современное оборудование – новейшие технологии. Это позволит выйти на новый уровень качества очистки воды. Все это стало возможным реализовать благодаря частным инвестициям. Напомним, 8 июня в Волгограде было заключено соглашение о передаче в концессию горводоканала на 30-летний срок. И вот плоды этого решения уже видны. Инвестор за собственные средства начал менять ветки и городские сети, изношенные более чем на 80%. 1 июля компания ООО «Концессия водоснабжения», ставшая гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Волгограда, утвердила краткосрочную трехлетнюю инвестиционную программу, в рамках которой предусмотрена замена более 200 километров аварийных сетей. Только до конца этого года «Концессионер» намерен переложить 25 километров трубопроводов диаметром от 100 до 500 миллиметров. Кроме того, планируется не только заменить сети, но и добиться энергоэффективности оборудования и обновить его. Две недели назад «Концессионер» приступил к замене изношенных трубопроводов в жилгородке. И вот сегодня приступает к возведению новых очистных сооружений в поселке Аэропорт. Все это должно сделать работу муниципального коммунального хозяйства эффективной. В данный поселок сумма инвестиций порядка 70 миллионов рублей. В рамках инвестиционной программы у нас на три года запланировано строительство трех локальных очистных сооружений. Это в поселке Аэропорт, в поселке Гумрак, в поселке Гули-Королевой. Всего ООО «Концессия водоснабжения» планирует вложить в коммунальную инфраструктуру города в течение ближайших трех лет 7 миллиардов рублей. Приход такого крупного федерального игрока Волгоград – спасение для городской коммуналки. Без «Концессии» ей было просто не выжить. Водопроводные сети в Волгограде можно реконструировать только за счет частных инвестиций, поскольку муниципальный бюджет не в силах вложить в свои сети несколько миллиардов. Специалисты говорят, на сегодняшний день лучшим механизмом оздоровления сферы ЖКХ в России является именно «Концессия» – государственно-частное партнерство. В стране действует уже несколько сотен таких соглашений. Государство, сохраняя за собой право собственности, передает предприятие, которое требует огромных финансовых вложений в управление частным структурам. В период «Концессии» его срок оговаривается в соглашении. Инвестор вкладывает средства в улучшение объекта. Волгоградская область – один из первых регионов страны, где активно развивается такая сфера деятельности. Благодаря этому появилась наконец-то возможность модернизировать сети и оборудование.